Ну, пережили мы с вами ковид? Пережили. Получили ФАП? Да, спасибо, очень. Тепло? Нет? Жителям-то помогаете? Помогаем. Что-то есть хоть? Таблетки какие-то даете или ничего нет? Все, все у нас есть. И аптека есть, и помощь оказывается. Аптека у нас частная, коммерческая или государственная? Нет, нет, наша. Блоковская районная коллеклина. А сколько вот на прием приходит примерно людей? По 10 человек. По 10 человек. Только Маянга или выезжает? На дому, да. Здесь еще зубной врач, к которому приезжают совсем. Да, да, это вы тогда мне говорили. То есть у вас очень профессиональный зубной врач. Да, который всю жизнь тоже отработал. Очень ее любят здесь. В селе ее все знают. Плохо, что у нас в области нет такой передвижной лечебной установки. Я почему с этим как бы столкнулся? Потому что разговаривали с Вячеславом Федоровичем. От него идут обращения. Он подготовил, так скажем, на наш батальон сараповский бронетехнику, что они просили. Вот я на той неделе поеду передавать от него. Значит, и другие вещи необходимы именно для защиты наших ребят. Вот. И обращаются с зубными болями. Я стал узнавать в Минздраве области. У нас нет такой переносной установки, чтобы врачи туда выехали наши. И ребятам там тоже делали, ну, как бы помогали зубы лечить. Вот эти тоже лечить. Передвижность. Передвижность. Да, да, да. Вот он говорит, есть пензи вроде бы. Там ее надо изготавливать. Но такая проблема есть. Потому что наши врачи, значит, с нашей области в Луганск выезжали, в Сватово, я тогда... Съездят наши врачи ездят. Да, да, да. Я отправлял их как раз в Минздраве. Приезжает только терапевт. Ага. Значит, потом... ИКГ, и кровотник. И гинеколога нет там. Еще вот таких вот... То есть узких специалистов. Они не приезжают. Ну, давайте посмотрим. А как бы отчитываться, что это самое... Ты что отчитываешь? Не приезжайте, отчитываешься. Ну, мне стыдно сюда, к вам, в Балакова, направлять узких специалистов. Я вот на этой неделе отправил в Юшов. Да, где-то на границе вообще чуть ли не с другими областями. Вот это непонятно. Там нет узких специалистов. Но Балакова все равно... Окулист нужен столько народу здесь. Вообще у нас очень много народу. Ну, просто мне стыдно Саратов сюда присылать. У тебя же свои... К сожалению, Никита Васильевич. И Балакова сейчас... Что, у тебя нет окулиста приехать посмотреть? Нет, ну, раньше даже привозили, из Саратова привозили акулиста. Из Саратова привезли. Ваши узкие специалисты, да, привезли? Были же из Саратова, да. И гинеколог раньше приезжал. Привезу, да. Женщины тоже хотят провериться, наверное. Нет, правильно, это надо делать. А как же по-другому? А для чего тогда ремонтировали? Просто, чтобы стены были. Но если у врача нет условий, то, слушайте, с каким... Он будет относиться к пациентам. Понятно, что мы, особенно врачи, работают, так скажем, очень правильно. Тем более, вы здесь живете, правильно? Я почему знаю, там сельские врачи, это всегда, которые... Вам завтра родственники и вашим родственникам скажут, что там она ничего нам не делает, плохо к нам относится. А когда вот люди говорят, что хорошо, и помогать хочется. Поэтому... Ну, посмотрим, какой ремонт будет. Одно время сделали нам ремонт. Да, да, согласен. И через три года все повалилось. Сюда было заходить даже невозможно. А я же был в этом, ну, ну, да. Мы же здесь были, когда здесь все разваливали. Ну, зато все там приезжали, все и оттуда, и оттуда. А ну, как раз это у нас же что, фундамент с вами лопнутый? Да, 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 мы же поэтому и начали укреплять фундамент, и начали с этого, чтобы один раз сделать, и на многих-многих годах.